Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты избрал нас из Своего народа, Господь, и даровал нам Тору. Благодарим Тебя за то, что Ты нам даровал Тору. Амин. Шаббат шалом, дорогая община. У нас сегодняшняя недельная глава называется «Шлех леха» — «Уходи из страны». Возможно, для кого-то так вызывающе, да? Куда идти? Для чего идти? Зачем идти? Нам здесь и так хорошо. А возможно, для кого-то, может быть, ну, наконец-то хоть куда-то я буду идти. Итак, книга «Бытие» с первого стиха. Я прочитаю несколько мест Писаний. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от роста Твоего, из дома, от Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое. И будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну. И благословятся в Тебе все племена земные». И написано «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Знаете, для меня эта глава, она учит о призвании. Я кратко назвал, как бы, ну, эту главу, исполняя свое призвание, это путь нашего преображения. Знаете, дорогие друзья, для того, чтобы исполнить Божие призвание, свое призвание мы встретимся, перед нами встретятся две вещи или две задачи. И одна из них – это решение. Знаете, для того, чтобы идти за Господом, для того, чтобы делать что-то для Господа, нужно решить, стоит это или не стоит. Знаете, это, ну, начальная стадия следования за Богом. Бог никогда никого не заставляет, но Он имеет право вносить свои коррективы в нашу жизнь. И, знаете, всегда страшно сделать, ну, первый шаг. Да, первый шаг всегда страшно сделать, второй шаг будет легче. И, знаете, когда было время, когда Бог призвал нам оставить одно место и уехать в другое место, было поначалу страшно. Это был первый шаг. Мы думали, как это, что будет, как будет. Но мы сделали этот первый шаг, и, знаете, второй шаг, он будет легче. И, знаете, зачастую это происходит неожиданно. Бог призывает нас неожиданно. Пример с Авраамом, Моисеем, Самсоном, Гидеоном, Давидом и апостолом Павлом. И второй момент для того, чтобы нам следовать за Господом – это цена. Цена, знаете, и что я имею в виду перед словом «цена»? Я имею в виду в то, что как далеко мы готовы идти за Ним. Или в начале пути, или, может быть, до середины, или, может быть, до конца. Знаете, и это вторая стадия, когда я уже давно все решил, что я буду следовать за Господом. И особо, знаете, я уже как бы не советую, стоит или не стоит. Я просто решил идти за Ним. И помните, Иешуа, когда, общаясь с Петром, да, Петр задает ему очень хороший вопрос. Он говорит, если мы пойдем за тобою, если мы оставим все и пойдем за тобою, да, что нам будет, но Иешуа говорит о том, что если вы оставите все ради имени Моего, то вы получите во сто крат более в этом веке. И мы знаем, и мы думаем, что если мы что-то оставляем ради Господа и идем, то мы что-то теряем. Но мы приобретаем, если посмотреть на жизнь Авраама, он приобрел. И Бог, он пообещал, да, то, что если ты выйдешь, я благословлю тебя. Я умножу тебя. И то, что он обещал, Бог ему дал. И это настоящий путь нашего преображения. Знаете, Бог, он с нами. Он был с Авраамом, когда он заносил меч над Исааком. Он был с Моисеем, когда он выводил египетский народ. Он был с Давидом, когда Давид сражался с Голиафом. И он будет с нами. Если он обещал, если он вывел нас, и мы идем за ним, он обещал то, что он будет с нами. Бог будет с нами. Поэтому не переживайте, не смущайтесь. В любой ситуации Бог всегда нас поднимет и поддержит. Поэтому будьте благословены, пусть Бог благословит вас следовать за ним. Амин. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет? Мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Продолжение следует...